А в сегодняшнем видео я расскажу вам, куда лучше всего уезжать, куда лучше всего мигрировать. Ну, из России, например, или из другой какой-то страны. Сейчас об этом из каждого утюга говорят. И, конечно, вы смотрите на меня и, типа, говорят, вот он, как бомж тут одетый, и что-то какие-то советы дают. Ну, ребя, во-первых, я какие-то советы даю практически всегда. Во-вторых, я так одет по рабочим, потому что я сам занимаюсь постройкой своего дома. И для меня вопрос такой немножко не стоит, и поэтому я уже говорил, чем лучше заниматься. Я вхожу в доме в рабочей одежде более-менее. Смотрите, если вы хотите поехать в Америку или в Европу, и у вас есть большой мешок денег, то, с одной стороны, это хорошо. Если у вас неограниченный ресурс, большое количество денег, ну, тогда, наверное, да. Но, опять же, с деньгами лучше, по-моему, отдыхать. Второй вариант. Денег у вас особо нету. Потом вы хотите уехать и думаете, что там где-то будет лучше. Единственная цель уезда или миграция – это всегда ваше материальное состояние, которое должно быть лучше, на порядок. То есть, если вы могли себе позволить в России ездить на такси, значит, переезжая в Европу, вы должны позволить себе деньги уже на собственный автомобиль. А мерить колбасами тут неуместно, что я в России мог одну палку колбасы, в Европе я целых аж две покупаю палки колбасы. Это немножечко, это немножко неправильное. И дальше вы в России жили на съемном жилье, вы куда-то переехали, живете в своей собственной квартире. Вот тогда, да, миграция удалась, я вас поздравляю. Но правило такое очень, на самом деле, редко бывает или даже вообще почти никогда не бывает. Если у вас среднее количество денег, например, 100, 200, 300 тысяч рублей вы куда-то хотите уехать, то тут нужно смотреть уже в сторону квартиры. Сможете ли вы в Америку уехать с такими деньгами, как-то удаленно купить там квартиру, или в Турции, или в другой какой-то стране. Если не сможете, ну что, будете, пока не помрете, батрачить. Следующий уровень, это вы зарабатываете либо 0, либо 10, 15, 20, 40 тысяч рублей. 0,50. И хотите куда-то уехать, и там, наверное, будет лучше денег заработать, там вы устроитесь на работу какую-то. Я называю это этапом фантазерства. Вы фантазируете о том, что вы уедете, и там будет манна обетованная. Здесь 40-50 тысяч, а там вам будут 500 платить. Это уровень фантазерства от 0 до... Хотя на 0, наверное, даже лучше, когда у вас ничего, никакого имущества нету. Потому что работая посудомойщиком или грузчиком в России, вы одну сумму заработаете, а там вам еще хватит на две палки колбасы. В этом, наверное, вся и будет разница. Ну и конкуренция будет тоже жуткой, потому что скорее из Сирии, из Украины возьмут, или из Вьетнама возьмут, а вас возьмут на работу в самую последнюю очередь, и будете пахать, пахать и пахать без выходных, без ничего. Опять же, язык, как вы будете учить? Без языка, я не знаю, как без языка вы будете. Это нужно язык вам выучить, как минимум. Как максимум, я понятия не имею, сколько уйдет времени выучить язык. Конечно, ломано, выучить плохо можно и за год. Ну да, тогда официантом уже можно работать, в принципе, в ресторане уже не посудомойщиком. В принципе, неплохо, еще и в ресторане жить можно, если повезет. Да, хорошая перспектива, да. Есть третий вариант. Но это лучше всего стремиться к чему-то, к загородному недвижимости какой-то, к загородной, она будет в цене. Правда, правильно, нужно выбирать, мать, районы. Потому что где-то это выгодно будет брать, где-то это невыгодно будет брать, где-то лучше построить будет. Тут нужно безопасные районы, нужно разбираться в этом. И уйдет труда не больше, чем жить в Америке, работать посудомоющиком, постепенно подниматься до помощника повара, выучивая язык, ходить на курсы, покупая в кредит автомобили, машины. Лучше всего, мой совет, стремиться к жилью. Будет жилье, тогда вы можете на 5000 рублей в месяц проживете. Не будет жилья и 50 не будет хватать. И больше, конечно, тоже не будет хватать. Но самое главное, это повышение уровня жизни. Есть один блогер, он въезжает из другой страны и говорит, как там хорошо, что он якобы эмигрировал туда. Вы его все знаете, но, во-первых, он не то, что эмигрировал, а живет как турист. Миграция, это когда ты туда переехал, язык изучаешь и устроился там на какую-то хотя бы работу. И там какие-то уже начинаешь корни пускать. Например, недвигу покупаешь, автомобиль там покупаешь, вот это все. А до тех пор, пока ты там живешь как турист, можешь жить как турист где угодно, в любом месте. Попробуй там устроиться на работу, давай купи там квартиру. Лучше всего сейчас это выбирайте какую-то загородную недвигу, она в цене будет достаточно сильно расти. Но только так, где есть туалет, газ есть, туалет в доме должен быть, не на улице, горячая, холодная вода. Такое, да. Если сортир будет на улице, то, конечно, вы вряд ли что-то выглядаете. Примерно должно быть так. Удобства должны быть все как в городе, все то же самое. Если что, я на своем канале это показывал, у меня тут уже туалет. Я сам все сделал, и туалет, у меня горячая, холодная вода, газ, все это есть, отопление. Там для печи трубу поставить, я стал с кулинарной выпуски делать. А люди платят деньги за то, чтобы поехать на природу. На природе что-то делать, а вы можете уже за бесплатно. К нам сюда приезжают с палатками за 100 километров. С палатками тут живут летом. А я за бесплатно тут живу. Все.